привет сегодня я хочу подробно остановиться на технике питчинга вопрос оказался не тривиальный и мне не нравится мой предыдущий ролик про питчинг я там практически ничего подробностях не рассказал а сегодня остановимся по технике питчинга я вам расскажу как делаю я правильно это или неправильно уж решайте сами не согласны можете в комментариях написать я ничьи комментарии не удаляю ну по крайней мере такого еще не печенька такой печенька это маятниковый заброс он выполняется тогда когда у нас есть какие-то во-первых препятствия например там нависают там какие-то деревья над водой что сверху там или сбоку не размахнуться или просто трудно доступно вместе либо с лодки когда нужно сделать довольно точный но не очень далекий заброс бросить далеко питчингом не получится но метров 20 стабильно можно выбивать если приманка подходящий значит по снасти теперь остановлюсь разумеется катушка лучше всего для питчинга магнитная почему потому что торможение должно создаваться постоянно пока вращается шпуля иначе у вас будут перебежки но тут у меня центробежная катушка это бугарсия эска третья есть два вида тормозов это кастовые и питчевые то есть то есть кастовые почему то не подписан очень те что с пружинками они для заброса обычно через голову сбоку ну с размаху и прочее а питчинговые это вот как раз таки для вот этой техники магниткой все вообще проще там даже заморачиваться не на просто магнитики подтянули удилище удилище подойдет любое но не очень длинная то есть там удилище длиннее там 7 футов то есть 200 это наверное максимальная длина с которой удобно буду лучше удочку взять покороче типа 66 там или 60 то есть метр восемьдесят два метра вот это оптимально по тесту удилище если вы бросаете питчингом постоянно то лучше подобрать удочку так чтобы приманка была тяжелее чем половина верхнего теста потому что с более тяжелой приманкой заброс выполнить проще ну если там случилась такая ситуация что ничего такого нет ну можно чем угодно хотя бы специально легкую приманку там кастрированные обломанный воблер он весит грамм наверное 7 без стройников без ничего а удочка у меня до 14 на самом деле там до 14 это баспара сами понимаете 20 грамм она тоже бросает в общем как то так теперь подробно по настройкам на этой катушке я выставил один питчинговый тормоз осевик убрал я регулирую примерно вот таким вот образом я удилище беру там свою основную руку до разворачиваю вот так заброс меня будет на рукоятку ну если леворульная то вот рукоятку то есть какой заброс идет при развороте удилища кольцами в бок то есть если я бросаю вот так то кольца у меня перпендикулярно плоскости заберу приманку в руку приманка без стройников лучше если вы упражняетесь лучше так лучше сначала с такой приманкой потому что посадить себе тройник руку тоже неприятно если вы уже там будете ловить соответственно делитесь аккуратно либо вот если это воблер там за переднюю часть да либо наоборот за заднюю за задний тройничок можно браться ну чтобы не получилось такого что вы себе там в руку всадили тройники я стою фронтально или чуть-чуть полубоком до того места куда хочу забросить беру приманку в руку отвожу ее назад и пальцем регулирую так чтобы максимально отведенная рука и наиболее удобное положение удочки как же объяснить то это получше руку максимально отвожу назад и регулирую так чтобы у меня было удобно надо махнуться движение будет происходить вот такое вперед и чуть-чуть пальцем даю натяг то есть чтобы удочка надеюсь видно чуть-чуть изогнулась дальше вот мое движение движение ну чтобы выполнить дальний заброс движение должно быть довольно амплитудно если там совсем близко ну тут заморачиваться не надо так как я все-таки хочу показать там более-менее дальний причинга там на 20 метров там плюс-минус я делаю движение амплитудное вот я выпал выбрал выполнить вниз выбрал лишнее делаю вот такое движение я чуть-чуть нагружаю удочку чтобы у меня заранее бланк будет подгружен и выполняю вот такое вот полукруговое движение вот это я нижние печень да буду делать это будет боковой печень вот движение соответственно разогнав вот так вот приманку ну да нагрузку я отдаю на удилище а рукой просто придерживаю соответственно в конечной фазе я просто отпускаю приманку да движение должно быть довольно шустрое приманку нужно разогнать чтобы она хоть куда-то улетела ну там метров на 18 у меня улетела сейчас значит вот я выбрал слабину вот я выбрал свой свист на удочку располагаю вертикально и покороче и вот оно движение монет то есть нагрузку мы даем основному то есть мы разгоняем чуть-чуть корпусом помогаем и нагрузку даем кистью бросок он довольно такой кистевой но все-таки с добавлением движением корпус и по поводу настроек катушки ко мне уже обратился подписчик говорит что у него с катушкой шамана цитра бежный не получается выполнять питчинг стерина вспыхает флюрокарбон у меня здесь тоже флюрик значит что я рекомендую делать если при условии правильной техники все равно не получается нормально бросить питчингом какие-то вспыхания происходит я рекомендую вообще нафиг все тормоза выключить и затянуть осевой тормоз так что приманка вообще не падал то есть вот я нажал на кнопку приманка не падает это довольно сильно затянут оси но собственно и выполняем так по той же самой технике заброс никаких проблем никаких вспыханий улетела ну плюс минус также может быть чуть чуть поближе чем на центробег думаю что при условии там более тяжелые более летучие приманки отвратительный летающий воблер будет все довольно неплохо еще раз вот затянут осевик вот улетел вообще замечательно за 20 метров на этом все удачи